American College Innovation Lab Друзья, давайте откроем дверь в будущее, где каждый может раскрыть свой потенциал. Я с большим воодушевлением жду разговора с основателями этой школы. Один из них американец и второй украинец. Именно здесь помогают каждому студенту найти свое призвание и даже во время обучения начать путь, конкретные действия к реализации своей мечты. Кто-то хочет поступить в университет, кто-то открыть свой бизнес. Что бы вы ни хотели, здесь вы сможете это сделать. Максим, спасибо, что согласился поделиться своим опытом и историей вашей школы. Ты как предприниматель наверняка был идеологом, вдохновителем, визионером. Я и мой партнер, да, потому что как бы у меня нет образования в педагогике, но у меня есть дети, у меня трое детей. И когда мы жили в Штатах, мы переехали сюда со Штатов, да, первый год дети пошли в британскую школу. Я не знаю, почему все говорят, что британское образование самое лучшее в мире. В моем опыте это абсолютная противоположность. То есть сиди, заучивай, сдавай тесты, все как бы вот я слушаю, потом даю обратную информацию. Это не то, как мои дети обучались в Штатах. То есть в Штатах у них было больше, понимаешь, больше возможностей самим мыслить, самим находить ответы, дискутировать с преподавателями. То есть как бы это поощрялось, и они могли не согласиться с тем, что говорят преподаватели, если они могли обосновать свое мнение и так далее. Здесь когда они попытались первый раз там сказать, ну вот я не согласен, у меня есть другое мнение на это, поэтому по этому поводу они сказали, закрывай рот и как бы слушаешь, что я тебе говорю, я учитель здесь, поэтому я знаю больше тебя. И соответственно этот год у них отпало полностью желание учиться, они типа говорят, ну окей, я буду ходить в школу и делать то, что они мне говорят. Любая креативность, какие-то идеи, исследования, все это полностью отпало. Поэтому когда зашла речь о том, что делать на следующий год, мы решили, я и мой бизнес-партнер, что просто сюда принесем нашу школу, у нас есть школа в Майяле, перенесем эту идею сюда и откроем эту школу здесь. То есть как бы изначально это было, как в основном все делают, да, для своих детей. Друзья, а теперь поговорим со Стивеном. Именно о том, как устроена структура обучения в этой школе. Ребята, мне кажется, вы меняете представление о том, как выглядит система образования в Испании. Это новая идея или у вас давно так устроена в США? Мне кажется, это действительно интересно, что для Испании американская концепция является новой, потому что раньше такого не было. Но в США, откуда я родом, это уже давно стандартная практика. Маленькие школы, микрошколы существуют уже, возможно, более 100 лет. В тех школах был один учитель, который преподавал информацию всем ученикам. И старшие помогали младшим, делясь своими знаниями. Погружаясь в эту игру, они сами улучшали свое понимание материала. Действительно, чтобы объяснить что-то, нужно глубоко вникнуть в тему. Младшие ученики всегда с удовольствием учатся у старших. Это для них интересно и комфортно. К тому же, общение с кем-то ближе по возрасту, это естественно для детей. Возьмем эту идею и объединим ее своеображением. Если мы дадим волю воображению и детской любознательности, а затем добавим поиск потенциала в каждом человеке, мы получим нечто поистине удивительное. Дети действительно обладают огромным потенциалом, который иногда сами не осознают. Добавив к этому свободу мысли и свободу выбора, мы помогаем людям стать независимыми и одновременно находить взаимную выгоду в совместном развитии, учитывая интересы каждого. Мы учимся сотрудничать друг с другом. Как мы можем создавать чувство принадлежности в классе? Когда мы объединяем пространство, создается особая атмосфера. Как вы видите, у нас здесь почти нет стен, и ученики просто переходят от одной станции к другой. Этот подход мы заимствовали из младших классов, где в одной комнате есть разные зоны для различных видов деятельности. Теперь мы применяем это в старшей школе, и студенты просто свободно перемещаются. «Здесь нет звонков, нет приказов, иди сюда». Студенты сами управляют своим временем. Например, «О, уже 10.30, пора поговорить с моим наставником по изучению языка». Именно так они становятся автономными, как взрослые. Сейчас нам, взрослым, никто не указывает, что делать, верно? Но, может быть, за исключением правительства, которое напоминает нам о налогах. Никто не указывает мне, как именно я должен вести свои дела. Мне просто нужно действовать и получать результат. И когда мы передаем этот навык нашим студентам, прямо сейчас мы дарим им ключ к созданию жизни, полной возможности. Они смогут осуществить свои самые смелые мечты, идя по пути, которые не выбраны. Мы стремимся помочь им раскрыть свой потенциал и уверенно двигаться к своим мечтам, готовым преодолевать все препятствия на пути к достижению своих целей. В этом заключается суть нашей миссии. А это вот то, как появилась эта идея. А как устроен сам урок? Здесь учатся дети с 7 по 12 класс, и у каждого из них есть свой доступ в онлайн кабинет, верно? В нашем подходе к образованию мы замечаем одну уникальную черту, которая играет важную роль в эффективном обучении. Большинство наших учеников не были привязаны к одной школе и путешествовали из места на место. Они настоящие путешественники. Ни мы, ни они не родились здесь. Все наши студенты – экспаты, пребывающие из разных уголков мира. И когда вы переезжаете, вы обогащаетесь новыми культурами, но в то же время возникают пробелы в знаниях, верно? Потому что образовательная система здесь отличается от той, что была в вашей предыдущей стране или месте проживания. Именно поэтому мы акцентируем внимание на усвоении материала, на реальных знаниях. Мы анализируем ваш уровень и начинаем заполнять пробелы. Мы сочетаем искусственный интеллект и новые технологии с человеческим пониманием и способностью объяснять информацию простым языком. У учеников есть преподаватели, которые выступают в роли наставников или фасилитаторов. Они следят за усвоением материала учеников, но в то же время могут и подружески посмеяться с ним. Иногда, например, алгебра может показаться скучной, и вам может прийти в голову, «О, это какое сложное уравнение!» Но если кто-то рядом с вами шутит и поддерживает вас, то даже когда вы решаете сложные задачи, вы чувствуете себя комфортно. Давайте узнаем, что думают сами ученики и студенты. Привет, ребята! Сколько тебе лет? Мне 18 лет. Мне тоже 18, а мне 16. Ты бы мог сказать мне 3 вещи, которые тебе нравятся в этой школе? Для меня важна атмосфера, независимость, методы обучения. Еще студенты, люди, преподаватели. Здесь отличная компания. И откуда ты? Я из Израиля. Что касается студентов, для которых мы работаем, мы ищем людей, открытых для постоянного развития, для постоянной обратной связи. Понимаешь, иногда эта обратная связь может быть немного болезненной. Ты стоишь и думаешь, серьезно? Мне нужно держать спину прямо или что-то в этом роде. Но если вы готовы принять обратную связь и развиваться, мы можем работать вместе. Именно в этом мы хороши. Иногда мы сталкиваемся со студентами, которые говорят, «Мне это не нравится. Я хочу, чтобы мне просто сказали, что делать от начала до конца. Я не хочу думать самостоятельно». И тогда мы напоминаем им, что существует множество других школ, где подходят такие методы обучения, и это нормально. Но здесь мы не обучаем студентов таким образом. Мы растим инноваторов. Мы поощряем творческий подход. Вот что мы здесь делаем. Я из Испании, родом отсюда, но больше часа времени я жила в Мадриде и в Германии. Что тебе нравится в этой школе? Для меня важна независимость и свободное пространство, где можно работать практически в любом месте. И еще возможность составлять свой график учебы в удобное время и заниматься тем, что тебе интересно. Кстати, я не так долго жила в Испании. Половину своей жизни я провела в Германии, остальное время в Мадриде. И как давно ты здесь, в Испании? Я приехала сюда примерно 8 месяцев назад. Мы планируем остаться здесь. И почему именно эта школа? Что тебе нравится здесь? Мне очень нравится, что мы можем сами контролировать свой день. И еще могу проявлять инициативу. Мне действительно нравится, что я могу носить то, что хочу, и у нас нет формы. Хотя есть некоторые ограничения, но я думаю, что это нормально для каждой школы. И это важно для меня, иметь свободу слова. Я ценю свое окружение и атмосферу в школе. Здесь действительно все очень милые. У нас, на нашем опыте, так как у нас есть услуга по подбору школы, и первый раз мы отправили наших студентов сюда, мы не знали, какая будет обратная связь. Потому что формат, он новый. То есть дети разного возраста, в одной группе нет стандартных пар. То есть все иначе, что скажут. А родители, знаю, что родители очень переживают за своих детей, самое дорогое. Но мы с радостью узнали, что о, классно, супер, мы в восторге. И, конечно, это стало еще одной из причин, почему хочется рассказать и раскрыть вашу методологию. Мне понравилось время нашего первого визита. Я здесь была просто как гость. То, что все, что вы рассказывали, вот если можно было в двух словах свести, это мы раскрываем потенциал ребенка. До этого я сама вечный студент, и, как правило, ты приходишь куда-то, и тебя хотят сделать так рядовым солдатом. Засунуть в какие-то рамки. Да, чтобы ты делал то же самое, как и все. Вот ты сделал, он и так плохо. Вот ты должен вот именно так сделать. И ты получишь какую-то оценку. Мне понравилась фраза у вас на сайте о том, что вы видели, когда эти правила, когда ошибка воспринимается как нечто плохое, не часть опыта, а когда за это считается слабостью, в чем-то, скажем так, низким уровнем развития в определенной теме. Но ваш подход о том, что ошибка – это самый ценный навык, который ты получаешь, только на личных ошибках можешь вынести какой-то личный опыт, и потом его применить в реальной жизни, не в книжках и на тетрадке, а в реальной жизни. Вот это то, что реально отличает. Знаешь, это вот как раз то, что ты говоришь. Это наша цель, да? Когда наши студенты начинают какой-то проект, у нас Enquary and Project Based School, то есть все делается, они все обучаются, как бы делая что-то. И когда вот наши фасилитейторы, они знают, что в конце месяца студенты должны прийти сюда. И у них, у фасилитейтерс, учителей, да, у них есть соблазн показать, как дойти сюда. И, но у нас есть правило, что ты не можешь давать информацию студенту больше, чем 20% от общей темы. Студент, он знает, какая его цель, он находится здесь, и студент должен найти путь, как прийти сюда. И это так тяжело для фасилитейтера, когда они видят, что студент уходит сюда, и мы говорим, не трогай, дай ему возможность, дай ему возможность найти даты, и подправляй, если нужно, но, пожалуйста, не говори, как дойти сюда. Он сам должен сделать ресерч, и от этого, многие студенты, конечно, не фрикен аут, то есть они так, типа, я не знаю, что делать, но это помогает им как раз развиваться, потому что они должны включать свой мозг и сами думают, как мне прийти вот сюда. Не учитель мне сказал, что вот отсюда мы идем сюда, вот таким путем, а им самим нужны. Мне кажется, вы вот это зерно, а в каждом человеке оно есть, и вы этой методике следуете, хорошо изучила ее, как раз строить вот это зерно, которое есть в каждом человеке, вырасти в цветущее дерево. Это наша цель, да, на самом деле, что многие студенты, им, они даже, когда к нам приходят, они говорят, просто скажи мне, что нужно сделать. То есть для них вначале так тяжело самим находить идеи, делать все, очень легче всего, скажи, вот, пожалуйста, скажи мне, что мне нужно сделать для того, чтобы получить хорошую оценку. Так не работает, реально. Ну, как бы, это легче всего, да? То же самое, когда мой ребенок, ему 9 лет, приходит ко мне и задает мне вопрос, легче всего дать ему ответ. Но я всегда раздаю, а как ты думаешь, а где, как ты думаешь, где можно взять эту информацию? Я подталкиваю его, наоборот, найти этот ответ, вместо того, чтобы мне сказать вопрос. Да. Мне кажется, если бы в мое время были такие школы, и у моих родителей были бы возможности отправить меня учиться в такую школу, сейчас история How to Spain была бы немножко иначей. Наверное, это было бы уже как Amazon или Google, ну, что-нибудь такое. Максим, ты как предприниматель как ты познакомился со Стивеном? Это было хорошее, это было такое интересное, интересное сгонство. Я поехал в Юту, на горнолыжный курорт, и он тоже там был в это время, и мы там с ним познакомились, и как раз там мы начали общаться. У меня тогда еще была школа в Польше, а я начал рассказывать ему, чем я занимаюсь, он мне начал рассказывать, что он тоже педагог, и было бы классно открыть какую-то школу совместно, потому что у него есть как раз куча идей, но у него нет предпринимательского опыта. Я говорю, у меня куча предпринимательского опыта, но у меня нет конкретной картины, как это делать. И я помню, что тогда мы просто тогда помечтали, помечтали, и потом вот спустя пять лет мы и открыли школу вместе. И мой самый главный вопрос, вы чувствуете себя счастливыми здесь? А вы, ребята? Я очень рада, что я учусь именно в этой школе, но кое-что для меня действительно. Раньше я терпеть не могла математику, а теперь это как будто что-то новое, нам объясняют ее иначе здесь. И сейчас мне даже нравится математика, и я хочу постоянно улучшать свои результаты. Так что да, я действительно счастлива здесь, и постоянно улучшаю то, что раньше мне давалось большим трудом. Да, я думаю, я действительно счастлива, и это приятно осознавать, что мне нравится ходить в школу, в другой школе у меня было совсем не так. Здесь же я чувствую себя комфортно, абсолютно без стресса, мне уютно и спокойно здесь, поэтому да, мне точно здесь хорошо. Где вы видите себя через пять лет? В школе или университете я попытаюсь начать свой бизнес. Хочу попасть в мир высоких технологий, что-то в такой сфере, но пока у меня нет конкретных планах, о которых я мог бы с уверенностью сказать. А для меня, наверное, это больше о маркетинге, может быть, о международном маркетинге или отношениях. Скорее всего, у меня будет такая профессия. Я видела, что ученики в первой половине дня занимаются по программе I Lead, и потом We Lead. Объясни, пожалуйста, что это значит? Да, мы делим наш день на две части. Идея в том, что сначала ты должен стать лидером своей собственной жизни самостоятельно, прежде чем начинать сотрудничать с кем-то. Вот как это выглядит на практике. Утром нет общих задач. Каждый самостоятельно управляет своим обучением. Ученики сами выбирают, как им учиться, где сидеть, где учиться, даже когда перекусить. Да, мы не контролируем их перекусы. Они сами решают, когда им хочется перекусить. После этого они возвращаются к работе. Так что утром каждый руководит своей жизнью самостоятельно. После обеда мы переходим к коллективной работе. Мы начинаем сотрудничать с достижением общей цели. Теперь мы принимаем решения вместе. Работа в команде помогает отвечать на вопросы, проводить исследования, начинать видеть вещи с другой стороны и в конечном итоге придумывать что-то новое. Таким образом, у нас есть два подхода, которые дополняют друг друга и помогают нам эффективно достигать поставленных целей. В школе есть свои выборы, есть президент, есть парламент. Расскажи, как ты добилась такой высокой должности? Когда школа только открылась, нас было не так много и на пост президента претендовали два человека, мой брат и я. Но я думаю, что смогла передать ученикам всю ту энергию, которая так им была нужна. И я дала много обещаний. Так что большинство голосов отдали за меня и меня выбрали президентом этой школы. За прошедший год, начиная с момента нашего старта, я думаю, что сделала много. Я всегда стремлюсь сделать школу лучшим местом для всех, особенно для новых учеников. Всегда. Я всегда в поисках проблем, которые я могла бы решить как президент. И мне кажется, что наша совместная работа с комитетами и всеми учениками и наставниками действительно приносят плоды. Каждую пятницу у нас в школе последние 20 минут учебного дня мы проводим собрание для всех учеников всех классов. И я его веду. Обычно мы просто делаем отчет о прошлой неделе, рассказываем, что происходило, и если есть предстоящие мероприятия от комитетов, то объявляем их и обсуждаем детали. Если у меня есть что-то, что я хочу рассказать или проблема, которую я хочу обсудить с учениками, я делаю это. Если у фасилитаторов есть что-то, чем они хотят поделиться, то и у них есть такая возможность. Сегодня пятница, так что после обеда у нас запланировано наше регулярное собрание. Сколько у тебя лет детям сейчас? Девять, четырнадцать и почти семнадцать. Один из твоих детей пришел к нам в офис в Хауту Спейн и наша сотрудница спрашивает, вот, ты в этой школе учишься, тебе нравится? Он говорит, конечно, это школа моего папы. Это был забавный случай. Но на самом деле, уверена, она нравится всем. Но, тем не менее, это важно, что ты будущее своего ребенка доверяешь тоже вашей методологии. Потому что ты же прекрасно понимаешь, что то, что происходит с ним каждый день в этой школе повлияет на то, как он будет жить дальше. Я фактически создавал эту школу, нельзя сказать, под него, но как бы с мыслями о нем, о том, что я хочу, чтобы он получил, заканчив школу. Не просто там знал математику, я хочу, чтобы он, когда он закончит школу, он же точно знал, чем он хочет заниматься. Возможно, даже иметь свой бизнес, если он хочет заниматься бизнесом. Это то, что я хочу. Это то, что мы даем детям здесь возможность. Если они хотят начинать свой бизнес, пожалуйста, мы даем тебе эту возможность. Мы будем приглашать коучи сюда. У нас есть коучи, которые приходят два раза в неделю. У нас там пять студентов, которые, вот они сказали, что я хочу открывать бизнес. Он уже им здесь сейчас помогает работать над бизнесом, системой и так далее. Когда они закончат школу, у них уже будут свои бизнесы. Это, кстати, тоже одно из вдохновений, когда, почему мы тоже решили открыть школу. В Штатах был студент в 10 классе, он начал заниматься своим бизнесом и вот в течение перерывов работал. Ему потом в школе начали запрещать это делать. Он начал выходить в туалет, делать это в туалете. Ему в школе запретили ходить в туалет, потому что он во время учебного процесса занимался бизнесом. Короче, в 11 классе он просто бросил школу и когда его одноклассники закончили 12 класс, закончили школу, его состояние уже было 20 миллионов. И когда мы эту историю как бы услышали, мы со Стивеном как бы общались и он говорит, слушай, почему бы нам не создать как раз такую школу, есть такие условия, где студенты, если они действительно этого хотят, мы будем давать им эту возможность. И плюс они будут получать диплом об окончании средней школы, как бы все вместе. Почему нельзя это соединить? То есть я не понимаю, почему многие школы, многие администраторы как бы, да, вот говорят, нет, только школы. Зачем? То есть если мы можем соединить и дать эту возможность, почему бы не давать? Здесь в школе мы только 4 дня. То есть понедельник, вторник, четверг, пятница, где мы проводим вот академические какие-то математики или бизнес, да, ну в зависимости от тех предметов, которые студент выбирает. И раз в неделю в среду мы ходим, мы это называем City as School. Город как школа, да, куда, потому что, ну это так как в жизни, да, я учусь не только в школе, я учусь каждый день, выходя, общаясь с другими людьми. Мы находим другие компании, которые помогают нашим студентам, там, например, если это керамика, наши студенты ходят в течение, там, двух месяцев каждую среду на классы керамики изучают разную технику. Не просто что-то лепят, они от начала до конца, то есть целый процесс, как это делается, запекают, потом эти все, там, скульптуры или чашки, тарелки, красят и так далее. Или там парусный спорт, то же самое, 6 уроков каждую среду они ходят, где они получают потом сертификат, плюс мы совмещаем парусный спорт с физикой, как работает физика в реальной жизни. Не просто, там, с книжки, а вот тебе физика и как правильно это делать и получать сертификат. Либо дайвинг, да, где они потом получают пади сертификат, ну и так далее. То есть, все эти экспириенсы, которые они уже могут применять в своей жизни. И что мне импонирует у вас еще, то, что скуба дайвинг, например, это обязательно. Был такой вопрос, обязательны ли эти активности, экспириенс для студентов, либо они могут выбрать. И у вас они обязательны. Мне понравился твой ответ одному из наших знакомых о том, что да, это обязательно, даже если ребенок имеет какое-то внутреннее сопротивление, боится, или не знает, понравится или нет. Он не может знать, понравится или нет, потому что он не пробовал. У меня прям любимая фраза, пока не попробуешь, не поймешь. Ну, даже с самого меня, я когда первый раз попробовал дайвинг, я панически боюсь воды. Реально, я так боялся. Первый раз я попробовал, подумал, чего я боялся? Реально, такой кайф. Да, если бы не такие, скажем так, принудительные активности, возможно, этот ребенок никогда бы в жизни не попробовал и не понял этот кайф, потому что такое в мире вообще существует. Сегодня я где-то услышала фразу, что комфорт это не про героев. То есть, если ты хочешь развиваться, ты всегда идешь навстречу своему страху, ты всегда что-то преодолеваешь, ты пробуешь что-то новое. Когда комфортно, ты просто деградируешь. Максим, скажи про ваши подходы в ведении дискуссии, выражение своего мнения. Я прочитала, что у вас сократовский подход к ведению диалога и действительно, я не знала, что это, если честно, залезла почитать глубоко. Мне понравилось. То есть, по факту, это задавание вопросов, чтобы человек сам пришел к определенному мнению. Не твоему, не своему, а просто, чтобы родилась в споре, родилась как бы истина. По факту, да? Ну, когда студент приходит ко мне с вопросом и задает вопрос, по факту, никогда не отвечает. Он спрашивает, а как ты думаешь, а что бы ты сделал в этом случае, а где ты можешь найти эту информацию? То есть, задача по факту, это не ответить на вопрос, а направить, задавая вопросы, еще больше вопросов. Некоторых это раздражает, но это единственный способ, как студент может сам расти, потому что, опять же, как мы уже говорили, да, легче всего дать ответ ребенку, но лучше всего помочь ему найти этот ответ. И да, мы используем, вот фишбол дискуссион, когда, например, какую-то тему студент обсуждают, например, геноцид или human rights, да, они садятся, то есть, как минимум раз в неделю, там, четыре человека в середине садятся, все остальные outside, и эти четыре человека, они обсуждают тему, то есть, каждый из них высказывает свою точку зрения, с какими-то фактами, соглашается, не соглашается, и если я сижу за центром, и я хочу вступить в дискуссию, я не могу просто так сказать, я дотрагаюсь до твоего плеча, это значит, что мне нужно выйти из центра, я сажусь на это место и продолжаю дискуссию, таким образом, они учатся уважать мнение друг друга, не просто кого-то перебивая, да, если мне не есть что сказать, я дотронулся до тебя, то человек вышел, я сел, и я продолжаю дискуссию, высказываю свое мнение. Мне кажется, ваши ученики никогда не будут подлинненько писать в аккаунтах, в соцсетях, с аккаунта ноунейм, комментарии, он выйдет и скажет свое мнение. Вот наша станция для перекусов. Да, видите, пустая тарелка, но было просто великолепно, именно поэтому ничего не осталось. В школе мы постоянно внедряем что-то новое. Недавно на ученическом совете мы обсуждали изменения в правилах питания в течение дня. И вот последнее, что мы добавили, это наша станция для перекусов. Одновременно здесь могут быть максимум двое человек и провыть не более пяти минут. Это можно сделать с 11 до пол первого. Затем у нас обеденный перерыв на час, и тогда вы можете есть что угодно и где угодно. Но в течение дня вы можете прийти сюда и перекусить. Прошлый понедельник студент из Армении принес традиционное армянское блюдо. Всем очень понравилось. В следующую пятницу я принесу вкусняшки. У нас уже готов план к той, когда принесет угощение. Мы все вместе пробуем что-то новенькое, и эта традиция нам действительно нравится. У нас нет домашней работы. При этом мы видим, вот не знаю, что это. Я так понимаю, что это дети, студенты, они на основании полученной информации должны были отобразить то, как они поняли. Да. Это была, по-моему, в прошлом месяце тема у них ДНК, на русском, DNA, когда они как раз изучали его DNA. И это часть проекта, это не весь проект. И вот часть проекта была, что каждый студент должен был создать модель DNA на основании той информации, которую они получили, и сделали ресерч, и ты уже сразу видно, вот, например, этот студент не понял структуру DNA, да, и вообще как это работает. Этот понял и так далее. То есть, когда преподаватели уже оценивали, то тут сразу понятно, потому что студенты должны были рассказать об этом, показать, где что, что за что отвечает. И это то, как мы проверяем их знания. То есть, они сдают нам тесты, они делают модель и рассказывают об этом. И вторая часть этого же проекта была, каждый из них выбрал какой-то дизиз, какой-то... Ну, отклонение от нормы. Отклонение, да, от нормы. То есть, например, альбинос, да, и они должны были подготовить, то есть, они должны были выступить экспертами TED-talk, то есть, как будто бы они пришли давать TED-talk 7 минут, и вот они должны были рассказать об этом дизиз, сколько, как возникает, как, если можно это каким-то образом предотвратить и так далее. И это тоже показывало, насколько они поняли тему DNA. Ну, и плюс, как бы там они еще делали определенные вещи, как и ФБР, находит, сопоставляет, да, DNA с уликами какими-то, то есть, они это все тоже делали для того, чтобы понимать и видеть, насколько они поняли тему. Продолжая тему сократовских дискуссий, получается, что студент и фасилитейтор, они имеют равные права, равное право голоса, скажем так. Как-то это отображается на жизни школы? Де-де-де-а, на ежедневной? Что произошло у вас? Да, в нашей школе есть, конечно же, хендбук, где прописаны основные правила, да, там по поводу опозданий, сколько опозданий разрешено, сколько пропусков разрешено, excuse, excuse и так далее, то есть, как бы, конституция школы, скажем так, там 40 страниц. Но есть такие, как бы, маленькие, да, вещи, которые, например, с телефонами. В начале года policies, правило было о том, что все телефоны должны были быть только в рюкзаке. Студенты попросили, окей, можем ли мы это изменить? Мы сказали, без проблем, пожалуйста, представляете свою, свою идею, все голосовать, потому что есть студенческий совет, они проголосовали, чтобы они могли эти телефоны не в карманах носить. Мы сказали, окей, давайте посмотрим, как будет работать. И у них не получалось не использовать телефоны в течение дня, то есть, они с кармана заставали, там проверяли смс-ки, через там две недели опять на совет выставили пропозителю. Нет, сделали предложение. Сделали предложение о том, что как бы фасилитейтеры пришли, сказали, окей, не работает, потому что вы отвлекаетесь часто, то есть, нужно что-то изменять. И студенты предложили, окей, можем ли мы сделать тогда отдельное место, где мы будем в начале дня приходить класть свои телефоны, и если нужно нам что-то проверить, мы можем прийти туда, в то место, там проверить на 40 секунд и положить, опять же, на то же самое место. И там можно в течение дня три раза подойти к одним телефонам. И опять же, фасилитейтеры сказали, окей, что будет, если, например, будет соблазн взять телефон и с собой пойти его в класс, принести. Студент скажет, что тогда, если кто-то будет замечен, что он использует телефон в течение дня, мы отдаем его офис-менеджеру, и только в конце дня можно будет, чтобы родитель пришел и забрал этот телефон. Это студенты сказали, окей. И вот с того момента, это там в октябре они приняли это, это новое правило, и все, теперь все ему следуют, и там может быть два или три студента получили страйк, когда их телефон был, когда забрали телефон, и родители пришли потом выкупать свой телефон. Максим, это такой щепетильный, но актуальный в наше время вопрос. Родители иногда выбирают школу по национальному признаку, какие дети будут учиться рядом с моим ребенком, как к нему будут относиться, они будут ли его булить. Я вижу у вас флаги многих стран, и некоторые из них сейчас находятся в конфликте. Есть ли у вас дети из стран, которые сейчас находятся в состоянии конфликта или войны, как они между собой находят общий язык и находят ли? Я бы сказал, большинство наших детей из стран, где сейчас конфликты, потому что все наши дети это экспаты. И поскольку мы одна из лидерами школ, мы обучаем наших детей, что нужно уважать мнение всех и не нужно всех под одну гребенку, как на русском говорят. То есть, если, например, когда начался конфликт Палестина и Израиль, у нас было много мусульман здесь, когда они пришли и сказали, давайте срежем израильский флаг. То есть, если ответы, почему, объясни, то есть, мы никогда не говорим, нет, мы не будем, мы задаем вопрос, объясни, почему ты так считаешь. Они начали высказывать свою позицию, свое мнение, что как бы это неправильно, что Израиль сейчас делает. Мы выслушали, мы знали, что в следующем месяце к нам присоединяются несколько семей из Израиля. И, естественно, после этого начали уже продумать, окей, что мы будем делать сейчас, чтобы помочь детям понять, что не все одинаково, не все поддерживают эту сторону или эту, да, можно всегда найти какой-то компромисс. и был, как раз они делали проект по поводу геноцида, и был геноцид, да, там и армянский геноцид, и палестинский, украинский и так далее. И в течение вот этих уроков каждый из детей осознал, что на самом деле в любой национальности есть люди, которые не поддерживают, что делает там их нация по отношению к другой нации. И у нас студенты из Украины, России, Израиля, Палестины, Ливана, Пакистана, то есть абсолютно с разными backgrounds. Но все они, они как раз реально, каждый из них может высказывать свою точку зрения, говорить о том, что я не соглашаюсь с политикой твоей страны. И студент, например, противоположной страны, он может поддерживать, возможно, возможно, да, поддерживать, но мы просим их, окей, выскажи, почему ты так считаешь. И ты выскажи, почему ты так считаешь. И мы обучаем их тому, что ты можешь не соглашаться с мнением другого человека, но мы не должны друг друга, как ты правильно говоришь, буллыть из-за того, что моя позиция такая. Да, если мы друг другу не делаем больно, это наша цель. Мы ни в коем случае не должны делать больно друг другу, но у каждого из нас есть право высказывать свою позицию в нормальной манере, в нормальной атмосфере, без того, чтобы там обидеть кого-то другого. Это то, чему мы здесь обучаем. Все звучит так прекрасно и создается впечатление, что здесь свободный стиль жизни. Но я прекрасно понимаю, что здесь соблюдается дисциплина и каждый должен достичь определенных целей. Как это происходит? Ведь чтобы перейти на следующий год, студентам нужно завершить, сдать какие-то экзамены. Как это происходит? Да, конечно. У нас здесь не каждый день вечеринка, хотя может показаться, потому что мы всегда в хорошем настроении. У нас есть моменты для кофе-брейков, зоны для перекусов и разнообразные мероприятия, но главное, у нас есть четкая учебная структура, которая помогает нам достигать наших целей. Мы также следуем стандартам штата Флорида и выполняем 24 кредитных часа, необходимых к концу учебного года. Мы проходим все необходимые математические курсы, чтобы наши студенты были готовы к университету, созданию своих собственных компаний или для работы с математикой, необходимой в Соединенных Штатах. Есть определенные требования, но мы всегда готовы обсудить их. Например, если вы больше заинтересованы в бизнесе, чем в алгебре, мы можем предложить вам курс по бизнес-математике. Хотели бы вы изменить свои учебные планы, чтобы они лучше соответствовали вашим целям? Мы готовы адаптировать ваше обучение под вас. Когда вам что-то нужно изменить в учебном плане, просто напишите запрос. Объясните, почему вам это важно и мы рассмотрим вашу просьбу. У нас всегда есть возможность подстроить план обучения под вашу личную ситуацию. Что касается организации учебного дня, у нас есть 30-ти минутные интервалы, в течение которых ученики должны выполнить задание и перейти к следующему. Это помогает избежать скуки и обеспечивает активность на занятиях, а также дает возможность контролировать, кто и где должен быть в тот или иной момент времени. В конце каждой недели учителя или наставники проверяют выполненные задания и следят за прогрессом. У нас, конечно, есть электронный журнал оценок, и мы можем отслеживать, насколько вы продвинулись на вашем пути. Затем мы можем встретиться с вами и спросить. Я заметил, что ты отстаешь по этому вопросу. Что мы можем сделать, чтобы исправить эту ситуацию? А по вечерам мы предоставляем так называемую открытую лабораторию, где ученики могут оставаться и бесплатно получать индивидуальную помощь наставника. Стивен, верно ли я понимаю, что ваш диплом признается в любом университете мира? Конечно. А если нет, то зачем учиться у нас? Наш центр базируется в Майами, штат Флорида. Так что Майами наше основное местоположение. Мы строго следуем всем рекомендациям, чтобы получить диплом в США. Поэтому ваш диплом здесь точно такой же, как вы получили бы участь в школе там. И вы можете использовать этот диплом при поступлении в любой университет. Он полностью признается в любой стране мира. В Испании нужно будет сделать амалогацию диплома. Если вам это потребуется, мы поможем вам. А у вас есть уроки испанского? Да, конечно. Мы предлагаем курсы испанского языка. Ведь мы находимся в Испании, здесь важно знать испанский. У нас есть программы как для начинающих, так и для продвинутых, включая больше разговорной практики. Кроме того, мы являемся частью сети школ под названием Лидер Энми. Это особая система мышления. То, о чем мы только что говорили, не относится к концепции Лидер Энми. Но мы также придерживаемся этой системы мышления, что означает, что наше дыхание, чувство взаимодействия фильтруется через этот подход. Мы верим, что изменения начинаются с нас самих. И я не могу изменить вас, если не готов измениться сам. Мы можем вдохновить и поддержать друг друга в изменениях. Конечно, у нас могут быть разные точки зрения, но мы всегда находим общее решение. Например, если у меня и у тебя разные взгляды на ситуацию, как мы поступаем. Я, как проводник между файлиситаторами и учениками, руковожу этим процессом. Мы обучаем методам достижения компромисса, чтобы найти решение, которое устроит всех. Мы садимся вместе и обсуждаем, какие цели мы преследуем и как прийти к ним. Где ты видишь себя и вашу школу через пять лет? О, прекрасный вопрос. Мы не ограничиваемся только этим местом. Мы поражены тем, как быстро школа набрала обороты. Совсем недавно у нас было всего 10 учеников, сейчас 30 учеников. И на следующий год мы рассматриваем возможность расширения от 60 до 90 студентов. Это то, чего многие родители, многие подростки долго ждали. Да, и теперь, когда это здесь, они говорят, я хочу это. И это распространяется очень быстро. Я надеюсь, что мы скоро откроем школы в других городах и, по крайней мере, в Испании мы сможем развивать нашу сеть. И ваши будущие планы это Барселона, Мадрид. Мы будем везде, куда ходят поезда. Друзья, как вы уже помнили, особенность этой школы в том, что действительно стараются найти индивидуальный подход. Не банальная фраза, а это правда, что каждому найдут именно те решения, которые помогут достичь личных целей. Поэтому о процессе поступления также лучше обсудить лично для вашего конкретного случая, ваш уровень английского, ваши цели и подойдет ли вам эта система для достижения ваших целей. Вы можете прочитать подробности о процессе поступления, текущая стоимость на сегодняшний день по ссылке, которую вы найдете в описании к этому видео. Мы, агентство How to Spain, поможем вам записаться в эту школу, предоставить всю актуальную информацию, сопроводить вас на экскурсию, чтобы вы сами посмотрели, как все устроено и приняли для себя решение. Но могу сказать, что если вы сюда придете, вы точно захотите здесь остаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok